Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Столкнувшись с подобной проблемой, не отчаянно, не устраивайтесь, ведь зачастую такую поломку легко исправить самостоятельно. Но многие пользователи при возникновении проблемы с компьютерной мышкой предпочитают обращаться в мастерские, а чаще всего просто покупают новую, не разобравшись в чем заключается причина ее неработоспособности. Если у вас внезапно перестала работать мышка, не спешите идти в магазин за новой, уделите немного времени этому видео, в котором мы разберем, что в первую очередь стоит делать в таком случае и как это можно исправить. Итак, начнем. Причин, по которым может не работать компьютерная мышь не так уж и много. Изначально же нужно будет определиться с несколькими нюансами. Сначала нужно определить, какой тип устройства вы используете – механическую, оптическую, проводную или беспроводную, и с помощью какой интерфейса она подключается к компьютеру. Первое, что нужно сделать – это вытянуть и вставить обратно штекер мышки в соответствующий разъем на ПК. Если это не помогло – перезагрузите компьютер. Так как в зависимости от интерфейса подключения, если у вас USB, то система должна ее сразу распознать и внести изменения в общую конфигурацию. А если это PS2, то без перезагрузки тут не обойтись. В большинстве случаев этот способ помогает устранить неисправность. Если мышь после перезагрузки ПК не заработала – попробуйте подключить к другому ноутбуку или ПК и проверьте работает ли она там. Если на другом ПК она нормально работает, то скорее всего проблема в USB порте. Подключите в него какое-то другое устройство, к примеру флешку и проверьте работоспособность. Подключите мышь к другому порту. Важный момент. На некоторых клавиатурах есть дополнительные USB порты, которые многие пользователи подключают к мышку. Но зачастую такие порты нормально не работают. Поэтому лучше подключите устройство к USB порту к задней стенке системного блока. В случае если с мышкой и с USB портом все в порядке, идем далее. При использовании беспроводной мышки частая причина отказа работа может быть севшая батарейка. Если у вас именно такая мышка, попробуйте заменить батарейку. Также обратите внимание на саму батарею. Иногда она может окисливаться и покрываться белым налетом. Если произошло нечто подобное, то возможно, что эта окислившаяся батарея повредила контакты внутри самой мышки. В таком случае не остается ничего другого, как заменить ее на новую. Если у вас мышка, подключаемая к PS2 порту, попробуйте подключить ее к USB порту с помощью переходника, если у вас такой имеется. Также рекомендую обратить внимание на штекер такой мышки. У этого штекера используется несколько тоненьких штырьков, которые легко погнуть. Если неаккуратно, ставить его в порт. Если он согнулся, попробуйте его выровнять. Если выровнять не удалось или он сломан, придется также заменить мышь на новую. Существуют и обратные переходники с USB на PS2. Если глючит USB мышка, можно попробовать подключить ее к PS2 порту. Так вы сможете освободить себе несколько USB портов. Распространенная причина того, что не работают основные кнопки мыши механической поломкой кнопки. Эта кнопка передает сигнал нажатия на микросхему. Перепаивать ее смысла нет, в таком случае лучше купить новую мышь. Также кнопки колесика могут не работать или работать через раз из-за попавшей ворсы, шерсти и даже жестких предметов. Тут поможет обычная чистка. Попробуйте разобрать ее и почистить. Более распространенная проблема с мышкой – это ее подвисание, когда при открытии, закрытии или сворачивании окна она вдруг замирает и не двигается. Происходит подобное чаще всего из-за следующих причин – из-за зависания приложения. В таком случае попробуйте открыть диспетчер задач с сочетанием клавиш Ctrl-Shift-Escape и посмотреть нет ли там приложений, которые не отвечают. Для остановки такой задачи клавишей Tab переключитесь на список задач и стрелками выберите нужную. Затем нажмите сочетание клавиш Shift-F10 или специальную клавишу на клавиатуре. А затем выберите из списка «Снять задачу» и нажмите Enter. Также мышка может зависать при вставке различных CD-DVD дисков или подключении жесткого диска. В этом случае попробуйте вынуть CD-DVD диск из дисковода. Мышка же сразу отвиснет. Кстати, при проблемах с жестким диском один из первых симптомов – это зависание мышки и ПК при попытке открыть папку или файл. Если у вас игровая мышка с дополнительными кнопками, то обычно к ним идут в комплекте драйвера, их нужно будет установить и их отсутствие может сказаться на работе мышки. Также мышка может себя подозрительно вести из-за настроек. Если у вас новая мышка или вы недавно переустановили Windows, рекомендую в первую очередь проверить ее настройки. Для этого откройте панель управления, нажав сочетание клавиш Windows Plus R и введя команду Ctrl. Далее при помощи стрелок клавиши Enter и Tab на клавиатуре откройте раздел «Оборудование и звук», «Устройства и принтеры». Далее выберите здесь вашу мышку и нажмите сочетание клавиш Shift Plus F10 или эту клавишу. А у ноутбука с мультимедийной клавиатурой кнопки Shift, Fn, F10. В всплывающем окне выберите параметры мыши. Далее откройте раздел «Параметры указателя» и задайте следующие настройки. Скорость движения мышки установите на свое усмотрение. Рекомендую установить отметку напротив пункта «Повышенной точности наведения», а также отключить след «Указатель». Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Кроме этого рекомендую также открыть разделы «Кнопки мыши», «Колесико» и подстроить мышку под себя. Важный момент. Если у вас ноутбук, а также откройте настройки своего тачпада. Дело в том, что в настройках тачпада могут быть галочки, при которых отключается-включается USB-мышка. Например, если включен тачпад, отключается мышка или наоборот. Иногда мышка отключается и совсем перестает двигаться, а затем снова работает, как положено. Чаще всего такой симптом наблюдается в двух случаях. Проблема с проводом или разъемом. При плохом контакте мышка может то работать, то отключаться. Такая проблема решается заменой, так как паять провод вы вряд ли будете. Многие пользователи недооценивают встроенный мастер по поиску диагностики устранения неполадок, но в некоторых случаях он быстро и легко устраняет проблему. Откройте сначала панель управления, Windows Plus R, Control. Далее при помощи стрелок и клавиши Tab на клавиатуре откройте раздел «Оборудование и звук», «Устройства и принтеры», выберите здесь мышку, затем нажмите «Сочетание Shift Plus F10». А затем выберите опцию «Устранение неполадок». Далее должен запуститься мастер диагностики и устранения неполадок. Драйвера тоже могут стать причиной отказа работы мышки. Их мог повредить вирус, либо система по умолчанию установила не тот драйвер. Откройте диспетчер устройств, для этого нажмите «Сочетание клавиш Windows Plus R» и введите следующую команду. В диспетчере устройств проверьте вкладку «Мыши и иные указывающие устройства» и вкладку «Другие устройства», нет ли среди них устройств с желтым восклицательным знаком. Если все в порядке, рекомендую обновить драйвер для мышки. Для этого поставьте указатель на вашу мышку с помощью клавиши «Tab» и стрелок на клавиатуре. Затем нажмите «Shift плюс F10» и выберите пункт «Обновить драйверы». Кстати, если у вас беспроводная мышка, тогда обратите внимание также на Bluetooth драйвер. Попробуйте переустановить его. Кроме того, проверьте включен ли вообще Bluetooth адаптер. В Windows 10 для этого откройте «Пуск», «Параметры», затем раздел «Устройства», вкладка Bluetooth. Здесь есть переключатель включения-выключения. Ну и последнее, в чем может быть причина – это вирусы. Вирусы могут не только заражать и портить файлы, форматировать диски, воровать персональную информацию, но еще блокировать различные устройства, повреждать драйвера и так далее. Поэтому заражение вирусами и может стать причиной «Сбоя в работе мышки». У нас на канале есть хорошие видео о том, как найти и удалить любой вирус. Ссылку вы найдете в описании. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.